Выехали из Влацлава. Вот интересные такие фонарики попались по дороге на солнечных батареях. Полезные изобретения. Заехали на озеро Митко вступаться, поехали дальше в сторону замка Ксенш, по пути попалась лежевика, заросли подкрепились лежевикой. Вот уже приехали к замку Ксенш со стороны конюшен дворцовых. Как раз попали, там были соревнования каретных лошадей. Конюшня замковая, интересное такое сооружение. Построена была уже довольно поздно, в 19 веке. Вот лошады глянут. Что у нас здесь? Это просто каретные лошади. Это фринзи. Красавчики. Соревнования еще. Затем объезд в сам двор замка. Замок Ксенш переводится как князь, означает князь, расположен на скале. Один из крупнейших замков Европы, является символом старой Польши, всех ее побед и поражений. Замок с множеством тайн. Изначально построили его в 13 веке. Князь Болька. И был построен на месте древнеселеской погранзаставы. Всегда был обитаем. Много раз перестраивали. Грабили чехи, опекали пруссы, гробили немцы и советские солдаты под конец. Замок, которым владели короли и разбойники. В этом замке жила тетушка Черчилля, княжна Дейзи. Должен был обосноваться Гитлер. Поскольку замок был постоянно обитаем, здесь смешались совершенно несовместимые, казалось бы, стили. В 16 веке это была готика. Потом пришли элементы ремиссанса. В 18 век перестроили в стиле барокко. В 20 веке уже добавились современные детали. Очень такие интересные скульптуры. Внутри замка оказалась интересная выставка, продажа, антикварианты. Много интересных картин, мебель, предметы быта. Много интересных картин, мебель, предметы быта. В 21 веке. Оostens. 3 веке. Тихо. В 14 веке. В 19 веке вершек folded на автомат. В 18 веке. В 21 веке среди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Домиками симпатичные Проезжали мимо домов, которые сейчас обитаемы Дома позапрошлого века Реставрирование строящей венци Дома позапрошлого века 1842 года Остановились на ночевку Дома позапрошлого века Дома позапрошлого век Дома позапрошлого век Дома позапрошлого века понравился очень такой автомобильный домик возможно когда-нибудь приобретем такой для путешествий вообще в кемпинге хорошая очень обстановка много туристов путешествует с голландии из германии утром выдвинулись на замок долгу замок богу в тринадцатом веке был построен назван честь болька первого сырого здесь сейчас зарегистрировано рыцарское братство проходят рыцарские турниры проходит музыкальный фестиваль готическая музыка замок в стиле готика он стоял на перекрестке торговых путей из вруцлава легнице в чехии этот замок часто страдал от войн от пожаров от эпидемий наводнений пережил три землетрясения в шестнадцатом веке замок окончательно уже был выстроен в таком виде в котором сейчас нам уже достался посмотреть был уже достроен дом женщин в нижней части построен голодный бастион интересная экспозиция в замке мини-музей а вот оружие предоставлены какие пушки тогда были какие камни нагромные макеты замков которые находятся в нижней селезии исторические справки сведения ну это то что можно в википедии вычитать образцы оружия образцы манитив древних воинов а вот это вот сами макеты замка и настина династии desta а вот все дерево династия пастом и текущим чуток а вот все дерево династии пастом Какие династии правили Хольщи, какие роды как перекрещивались, кто от кого произошел. Мы решили попить кофе, это у нас уже традиция такая, в замках, которые нам нравились. Мы где-то кофе, если там есть. Там даже картины висят. Какой-то местный художник мини-выставку делает. Дальше поехали на замок Швили. Это был самый загадочный замок этого путешествия. Он не реставрированный. Самый древний из всех этих трех замков был построен лет на 50 раньше, чем замок Вольков. Может на 100 даже. Замок Швили имеет очень интересную историю. Сейчас он принадлежит частному лицу. Здесь действовали другие стихии. Он ни разу не был захвачен. В 19 веке этот замок сильно был разрушен ураганом и довершил дело пожарки, который полностью уничтожил интерьер замка. С этим замком связано очень много легенд. Одна из легенд о происхождении названия этого замка. Так назван в честь того, что на этом месте рыцарь по имени Бил Воль убил могучего ветря, терроризировавших все округу. Возможно, поскольку хозяева удостоились после этого случая такой фамилии Швины, семейца Швинов, то есть свинок, у них была явная склонность к употреблению алкогольных напитков, что в результате их и погубило. Один из представителей семейства Конрад во время очередного Сабантуя в замке поднял бокал с такой речью. «Если дьявол изволит забрать меня сейчас, я предпочел бы, чтобы это было на таком празднике, в кругу моих друзей и во время веселья». В этот момент ударила молния и бокал в руке Конрада расплавился и залил ему руку. Конрада так и похоронили в гробу с символом веселья, с бокалом. На данный момент замок принадлежит частному лицу. По иронии судьбы, этот человек является владельцем винной компании. Замок пытаются реставрировать. По непроверенным данным, замок был куплен за деньги эквивалент 8000 евро. Был куплен вместе с двумя гектарами земли, прилежащей к замку. После покупки замка у хозяина начались некоторые финансовые проблемы и сейчас он выставил его на продажу. Замок продается за 2,5 миллиона злотых. Выехали из замка Швины и далее направились уже к дому и заехали еще на один интересный объект, который не был указан, никак не обозначен на туристических картах. Вероятнее всего просто какая-то усадьба, которую реставрировали. Но что там нашлось интересного, там опять-таки был символ Пястовский орел. То есть символ, который говорит о том, что эти земли принадлежат Польше и будут принадлежать Польше. Символ древний. Замок, даже не замок, а усадьба. От реставрированные применяются вероятнее всего или как гостиница или какой-то. Лаванда цветет. А вот он Пястовский орел. Возможно, этот знак более старый, чем сама усадьба. Двинули дальше на Бродслав. Это проезжали через деревню, через кукурузное поле. Вот так проложил дорожку нам навигация Google Maps и GPS. Так сократила маршрут. Но это еще не худший вариант. Бывает и похлеще сокращение. Когда нет дороги, есть только направление. А тут вполне продуктивная тропа и такой неожиданный выезд в цивилизацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok